Всем привет! Спасибо, что открыли это видео. Меня зовут Оля. Я визажист, бровист, стилист по волосам. Визажистом я являюсь уже около шести лет. Я преподаю базовый курс для визажистов, я преподаю макияж для себя. У меня очень большой опыт. И сегодня я решила затронуть тему стартовый кейс для начинающего визажиста. Здесь будет очень много бюджетных позиций, либо я буду говорить, что можно заменить на бюджет, на чем лучше не экономить, для того, чтобы не тратили вы лишние деньги. Поэтому я уверена, что видео будет вам интересным. Поехали! Я работаю таким образом, что я не использую никакие базы для макияжа. Мы начнем с вами именно с лица. Я всегда работаю с увлажнением. То есть у меня в кейсе должна быть мицеллярная вода, двуфазная и обычная в какую-нибудь миниатюрную бутылочку, любая, какая вам нравится. И обязательно должен быть тоник. Всегда кожу я подготавливаю тоником. Тоник у меня вот этот вот реально любимый. Я хотя живу в Польше, работаю здесь, но я очень много привожу белорусской косметики. Ее здесь будет действительно много. Не нашла никакой альтернативы вот этому вот прекрасному тонику. Он у меня уже давно в работе. Вы можете его купить и для себя, но этот тоник такой достаточно слизкий. Я им протираю кожу после всех там мицеллярок, всех там каких-то действий, да. То есть я должна очистить кожу ватным диском. Я это всегда делаю вот этим тонером, потому что он очень хорошо кожу подготавливает и дополнительно ее увлажняет. Летом, зимой кожу не перегружают. Вообще шикарный. На то, что будет возможно, ссылочки я оставлю внизу. Будет много ссылочек с Валборис. Подготовка кожи. У меня происходит... Есть сухая возрастная кожа, есть жирная кожа. Зимой вот этой штукой я вообще не пользуюсь. Я пользуюсь только летом на жирную кожу. Это от Farmstame Ampula. Ампула с офигенским составом. Ее очень надолго хватает. Это достаточно бюджетно. Продается на Валборис. Можно купить, не знаю, даже наполовину с кем-нибудь. Именно для подготовки жирной кожи. Мне нравится. Потому что очень много таких вот ампул. Особенно многие визажисты говорят, что можно гелем алоэ кожу подготавливать. Гель алоэ вообще кожу не увлажняет кожу. Нужно обязательно увлажнить даже самую жирную. Для того, чтобы лучше лежал тональный крем, чтобы кожа не выделяла лишнюю себу. Поэтому вот это вот для жирной кожи на лето. Всем остальным и зимой жирной кожи тоже я подготавливаю вот этим вот кремом. Вообще я использую любой хорошо увлажняющий крем. Не сильно перенасыщающий. Если кожа сильно сухая, я просто нанесу его в два слоя. Потому что я кожу сразу подготавливаю, делаю макияж глаз. Я же, если вижу, что кожа пересохла, я еще раз нанесу крем. У меня вот этот медихилл мне очень нравится. Ну вот просто действительно подготовка под глаза. Я его наношу и на все лицо. Если этот крем не нашли, можно вот этот СРВ. Я его уже не первый раз повторяю. Он реально очень хорошо подготавливает тоже кожу. Хорошо ее увлажняет, напитывает. Все, мне как визажисту этого достаточно, честно скажу. И приходим с вами к тональным кремам. Кремы советую, чтобы было три штуки. Обязательно Estee Lauder W. Я его в чистом виде никогда не использую. Я его всегда замешиваю. Я купила на Алиэкспресс вот такие водозаторы. Потому что без дозатора было очень неудобно. И в зависимости от типа кожи я всегда смешиваю либо 50% его, либо 30%. Если жара, лето, кожа сильно жирная, я могу использовать 70% его и допустим 30% Миша. Миша тональный крем. Это BB крем. У меня обычно в работе он в 21 оттенке. 21 оттенок достаточно светлый. В чистом виде тоже его я никогда не использую. Я его всегда намешиваю с Estee Lauder W, потому что он классный, не проваливается в поры, не подчеркивает текстуру, не западает в морщинки. Если кожа очень сильно сухая, я его могу как консилер под глаза использовать. И на возрастной коже тоже могу как консилер под глаза использовать. И как подготовка макияжа глаз тоже могу использовать. Это такой универсальный продукт. У него очень хорошая пигментация. За это он мне очень нравится. И смотрите, еще у меня есть PS Lifting. Я тоже много лет им пользуюсь. Девчонки, у меня много других тональных кремов. Вы бы видели сколько, но это реально те вещи, которые на протяжении многих лет реально круто работают. PS Lifting Foundation. У него сейчас немножко поменялась, конечно, формула. Он стал более полупрозрачный. И я его всегда намешиваю все равно с Estee Lauder W и бывает даже немножко BB крем Миша. Это тональный крем именно все-таки для возрастной кожи. Он очень легкий. Оттеночек сотый у меня всегда в кейсе есть. И оттеночек сотый достаточно темный. И всегда для возрастных девочек он даже подходит в чистом виде, как правило. Наношу всегда спонжиком обязательно. Про кисти, если нужно будет, я уже поговорю в каком-нибудь другом видео. В общем, вот этот тональный крем тоже не в чистом виде. Но вот эти три выполняют все свои функции для любой кожи. Я могу подобрать. Но, так как у нас с вами есть разные оттенки кожи, мы должны подобрать тон. Это проще всего делать, когда у вас есть аджастер. У меня есть вот такой темно-коричневый, у меня есть белый. Если белоснежка, я домешиваю белый. Если девочка загорелая, как сейчас летом, я использую вот этот загорелый. Продаются на Валборе, стоят бюджетно. Расход минимальный. Очень удобно. Можете тоже купить для себя, если вам тональный ваш крем, допустим, летом сильно светлый. Отличная вещь. Я работаю всегда с увлажнением кожи, потом брови, глаза, затем тон. Я люблю работать быстро. Я могу сделать вечерний макияж вообще за полчаса, так как я работаю в двух студиях. Я люблю, чтобы я поработала. У меня еще времечко осталось, скажем так. Поэтому я сначала прорабатываю брови. Обожаю вот этот вот гель, не знаю, лайнер для бровей от Белор Дизайн. Я практически всем его использую. Еще можно карандаш от Белор Дизайн 204. Вставлю картиночку, как он выглядит. И, конечно же, ссылочку тоже внизу. Он подойдет тоже для всех оттенков кожи. Может быть, даже не то, что кожи волосков. Его можно и для брюнеток наслоить, для блондинок растушевать. Он такой холодненький, красивенький этот карандаш. Но я не люблю карандаши. Карандаши не очень стойко. У меня моя клиентка должна проходить и проснуться еще завтра с моим макияжем, если вдруг она заснула в косметике. Поэтому я использую вот эти помадки. У меня в работе тон 4. Он идет для брюнеток, но он такой холодный, хороший, темно-коричневый. Не сильно темный. При этом у этих помадок такая текстура, что их очень легко растушевать. И тон 2. Это идет для блондинок. У Белар Дизайн еще есть тон 1, но он совсем полупрозрачный. И мне он не очень нравится. Я все-таки в работе использую тон 2. То есть два оттенка для тех, для вторых. Тон 2 я чаще всего использую. Четвертый очень сильно редко. Здесь, если что, есть кисточка. Но я использую, конечно же, свою кисточку. И гель для бровей. Честно, сейчас такое изобилие геля для бровей, что, ну, я вам один посоветую. Но я в будущем планирую сейчас снять видеообзор всех бюджетных гелей для бровей. И вы сможете там себе выбрать. Поэтому не забывайте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить это полезное видео. Моя любимая, любимка в последнее время, этот вот гель от Artvisage. Он очень бюджетный, хороший, маленький, удобно в кейсе визажиста. Я его часто ношу с собой, чтобы подправить где-то бровки. Потому что прихожу в студию, переодеваюсь в форму, все время брови в разном виде. И его так удобно, компактно брать с собой. Классная кисточка мне еще очень нравится. Она пушистенькая, не очень большая, не очень маленькая. Вот для меня это самый любимый формат. И я сейчас поеду в Беларусь, обязательно еще таких накуплю. И что? Макияж глаз. Стараюсь быстро говорить, чтобы видео вам не затянуть. Но для макияжа глаз я всегда, конечно же, начинаю делать подложки. И подложка, если кто не знает, это что-то типа базы для теней. Которую мы наносим как цвет и как вот это вот скрепление, которое будет держаться реально. И девочки делают съемки под водой, потом макияж все равно остается на месте. Поэтому, ну прям, вещь шикарная. Есть много различных аналогов. Вы можете использовать там матовую помаду на глаза вместо подложки. Но лучше вот этих кремовых теней от Luxe Zash нету реально ничего по текстуре. Я работаю там и маком, и Шерлот Тилбери. Ну честно, ну вот такие же они прекрасные. У меня, короче, оттеночек 110-107. У них есть светлая линеечка. То есть матовый светлый у меня есть, потому что, бывает, девочки хотят стандартный свадебный макияж. Переход от светлого к темному. И этими двумя цветами можно сделать там подложечку, там, допустим, 110 и какой-нибудь 103 оттенок. Легкие достаточно. Получается такой очень воздушный, красивый макияж. Можно наслоить, легко растушевать и очень быстро работать. Они не засыхают долго. Можно там подтушевывать, что-то себе помогать. Для меня в работе просто, ну реально, нет лучшей подложки. И еще я забыла взять со своего кейса, но я вам тоже всегда показывала. У Рилуи серии про есть сатиновые тени. У меня их тоже в работе несколько штук. Советую оттеночек 20. Он светлый, такой перламутровый, красивый, очень стойкий. На серединку века, на внутренний уголочек, как у меня сегодня. Как подложка под какие-то там спарклы. Именно сатиновую серию люблю. Оттеночек 20, 26 и 27 у меня, по-моему, в работе. Три штуки хватает под любые макияжи. При этом я знаю, что это будет очень стойко. Потому что у меня века жирная. Я всегда всю продукцию проверяю на себе, если что-то хочу ввести в кейс. И если что-то там говорят, там, как вот тени, люкс-визаж, вот обычные, вот это вот их серия. Метал хайп, которую все знают. У меня на веке они не держатся. Значит, я своих клиентов ими не крашу. Хотя я знаю, что многие визажисты на них работают и им нравятся. Дальше мы что с вами делаем? Мы работаем с вами карандашами для глаз. Карандаши для глаз. Обожаю, чтобы были гелевые, стойкие. Сейчас такая прекрасная текстура, допустим, у карандашей от Vivienne Sabogic. Гелевых, что ими можно и карандашку сделать. Ну, естественно, если вы уже такой более профессиональный визажист, там, растушеванную стрелку. Работать надо быстро, но, в принципе, они такие податливые. Я взяла для примера карандаш Каял 06 от Vivienne Sabogic. У меня есть еще черный такой в своем личном использовании. Карандаши прекрасные, стойкие, отличные, бюджетные. Вообще не надо никакие смешбоксы, которые мы там раньше покупали. Также обожаю карандаши от LN Pro Каял. У меня в работе всегда есть 101-й карбон, черный и темно-коричневый. Шикарно! Я сейчас ими тоже обязательно закуплюсь. Обожаю их, обожаю ими вообще рисовать стрелку. Она получается... Я даже перестала гелевыми подводками работать, потому что стрелка стойкая, рисовать быстро. И она какая-то более воздушная и более податливая. Я могу растушевать, я могу сделать все, что угодно. И, по сути, вот у меня 2-3 карандашика выполняют вообще функцию прекрасно. Но если хочется подводку, я перестала работать с гелевыми подводками Inglot. Они у меня все время сохнут, и я от них устала. Я стала покупать вот эту подложку Evelyn, подложку, подводку. Мне она нравится тем, что здесь идет именно кисточка, рисовать быстро, удобно. Она тоненькая, она черная, она насыщенная. Но я наношу подводку на подложку, потому что Evelyn подводка, я бы не сказала, что сильно водостойкая. Но на подложке она держится хорошо. То есть я всегда форму сначала подложкой простраиваю, а потом сверху рисую стрелку. Я знаю, что она никуда не денется, а я быстро, прекрасно сделаю макияж и не буду лишнюю кисть мазать. Тени для век. То, что я здесь выделила. Вот это вот любимая моя палетка. То, на чем, я считаю, нельзя экономить. Это тени. Я многое тоже покупала всяких бюджетных, пробовала. Сейчас, конечно, качество бюджетных теней стало намного лучше. И я не спорю. Можно купить там те же палетки от Riloui, от Belour Design. Ими реально можно уже сделать красивый макияж. Но все равно более дорогие тени будут лучше ложиться у них, будет лучше пигмент у них, будет более мелкая текстура. Вот это вот палетка The Balm Nude Dude. Я ее всегда всем советую. Она прекрасная в плане вот этих первых вот оттенков. Я думаю, что вы видите, что она у меня очень сильно рабочая. Вот этими я, конечно, не пользуюсь. Здесь есть прекрасный оттенок. В складку матовый, сияющий, переходные оттенки. Коричневый, светлый, темный, лиловый, розовый в тушевку. То есть вот это у меня такая базовая невестинская палетка. Я ей работаю всегда, мне всегда к ней тянется рука, но у нее нету насыщенных оттенков. Поэтому у меня тоже ужасно выглядящая палетка Larac Pro Matte. Здесь уже идут, реально, я почти каждый макияж ей делаю. Насыщенный прекрасный черный, насыщенный коричневый, более светлый коричневый, матовые оттеночки, цвета в оттушевку и есть бордовый. Все, что нужно мне в этой палетке. Она прекрасная, она маленькая. Я когда, бывает, езжу с выездом, я стала последний день вообще с рюкзаком ездить. Я туда и для волос все возьму, и, допустим, возьму две пары теней, и я сделаю практически любой макияж. Смотрите, если хочется побюджетнее, я хочу показать палетку, которая сегодня за 5 минут, ну, не только глаза, а и лицо. Я, в принципе, весь макияж сделала за 5 минут. Пока у меня перерыв в работе, вот эта вот тоже палетка может быть. Она достаточно легкая в работе. Это Ellen Pro. Это очень бюджетно. Это, конечно, уже не сильно насыщенная пигментация. Коричневый он, в принципе, коричневый, но не такой, как в Pro Matte от Lorac. Но, учитывая, что часто меня не просят вообще какие-то темные макияжи, я прям вечерний-вечерний очень редко делаю. Сейчас более популярны коктейльные макияжи со стрелочкой, либо дневные с акцентом на спарку. Здесь есть спаркл, есть переходные оттенки на спаркл, такой тоже он... Она, в общем, по качеству немножечко спорная, она достаточно хорошая, и можно купить, попробовать именно с профессиональной точки зрения. Здесь есть оттенки в оттушевку, есть тоже вот какие-то вот эти темные, есть для припудривания. Можете взять, если хочется сэкономить, но советую не экономить на тенях, на самом деле. Если говорить еще о тенях, у нас должна быть какая-то активная блестяшка. Мне кажется, что время пигментов рассыпчатых прошло, сейчас намного проще работать с парклами, они дают красивый эффект. Хочу заострить ваше внимание на спарклах шик, это достаточно бюджетно, это профессионально, это красиво. Там классная цветовая палетка, я считаю, что надо взять разных. У меня вот этот такой золотистый, это у меня оттеночек капелла называется, не подписан номер. У них есть такое с розовинкой, что-то посветлее, потемнее, штуки 4 купили и больше вам ничего не надо, на самом деле. Потому что у меня есть палетка спарклов Шарлотта Тилбери, качество отвратительное, вот именно спарклов палетка мне не понравилась. На тушах я останавливаться не буду, любая черная тушь с силиконовой щеточкой, водостойкая тушь. У меня, допустим, вот эта вот идет термо-тушь, мне нравится, я чаще всего пользуюсь. Это Bad Doll Belor Design, здесь силиконовая щетка, она дает классный эффект, такие распахнутые реснички. Я, конечно, практически всегда делаю накладные пучки, но многие клиенты в последнее время стали отказываться от пучков, стали просить чисто тушью. Поэтому вот эта вот тушь тоже от Catrice, водостойкая, мне нравится здесь щеточка, она не засыхает долгое время, хорошо прокрашивает, удлиняет. Потому что многие водостойкие туши ведут себя безобразно, они не дают ни объема, ни удлинения, ничего. Вот эта тушь реально хорошо ведет лицо, то есть про тональный крем мы с вами уже поговорили. И теперь что нам нужно сделать? Нам нужно замазать, скажем так, круги под глазами. Я советую всегда, чтобы у вас был легкий подсвечивающий консилер для возрастной кожи и матовый, более плотный для замазывания прыщей, скажем так. Или сильных уже прям темных кругов под глазами, потому что консилеры между собой можно тоже смешать. Самый лучший для меня консилер это L'Oreal Lumetouch, по-моему, называется. Он на европейском и на рынке СНГ чуть-чуть разный. Но я его найду, я ссылочку вам оставлю, вставлю картинку, как он выглядит. Это как консилер Tushikla, это как консилер от Estee Lauder. То, что у меня было, он по качеству такой же, вообще не вижу смысла переплачивать. Но в последнее время вместо него я стала использовать этот консилер от Belour Design. У меня оттеночек, по-моему, это 103, если не ошибаюсь, подходит как-то всем. Хорошо ложится, я его припудриваю сверху пудрой, чуть позже покажу какой. И прекрасно он выглядит, не скатывается вообще. Он замечательный, я его для себя очень сильно люблю. У них стал еще выпускаться, по-моему, 104 более темный оттенок. В этом плане Belour Design молодцы. Если говорить про консилер, который более стойкий будет, наверное, я вам буду советовать, как и раньше, консилер-камуфляж от Catrice. Это стойкий, хорошо замазывающий прыщики, высыпания какие-то. Ну, бывает, нужно где-то покрытие уплотнить, и этот консилер вам в работу тоже круто подойдет. Берите какой-то не сильно светлый, не сильно темный, средний какой-то оттенок. Всегда можно, если что, смешать с аджастером его будет. Под глазами я припудриваю. Честно скажу, пудра под глаза это то, на чем я тоже считаю не нужно экономить. Я ненавижу, как обладатель сухой кожи под глазами, когда кожа пересушена, когда подчеркнута морщина. У меня это прям, девочки, пунктик. Поэтому под глазами кожу я всегда очень тоненько, только в зоне синячка. И потом припудриваю. Вот, допустим, у меня пудра от Laura Mercier. Она сияющая, подсвечивающая, с мелким помолом. Возможно, можно что-то найти в бюджете. Но, честно скажу, вот я ее купила давно. Я ее использую, бывает, на лифтинг-макияжах. Хорошая подсвечивающая пудра должна быть для того, чтобы вы не пересушили зону под глазами. Потому что, пробовав другие пудры под глаза, я могу еще советовать чисто от Laura Glass. Я ищу пудра, она тоже такая легкая, прекрасная. Все остальное достаточно сильно пересушивает. И мы с вами что? Переходим к оформлению лица, конечно же. Здесь я могу посоветовать от Chic. Скульптуры прекрасные. Мне очень нравится. Это очень стойко. Это удобно. Оттеночек 01. У меня тут уже, наверное, где-то на дне. Если хочется, как бы, подороже, попрофессиональнее, можно взять этот скульптор. Но вы можете вообще прям капец как сэкономить. Потому что у Беллардизайна теперь есть два оттенка стиков. Я работаю чаще всего ими. Мне удобнее намного, чем выдавливать где-то на палитру вот этот Chic. Я вот это быстренько на руку нанесла, кисточкой взяла. Оттеночек второй для светлых, белоснежных девочек. Отдает такую легкую, натуральную, красивую тень. Он лучше даже, чем Chic тушуется. И оттеночек 2 для загорелых девочек, для более темнокожих, скажем так. Такая же прекрасная текстура. Если вы используете для себя, можете нанести сразу на скулы и растушевать кисточкой. Просто красота. Девочки, я вам много раз показывала вот этот вот англот. Я считаю, он самый лучший. Я вам ставлю картинку, как он выглядит. Потому что у меня этот опять, зараза, разбился. Слишком я их как-то неаккуратно использую. У него разделение на 4 оттенка. Я беру один бронзер. И я им делаю светлые девочки скульптурирования. И я ей делаю темные девочки скульптурирования. Беру при этом два последних, допустим, оттеночка. Очень удобно. Хорошая текстура. Я не люблю прям скульпторы. В плане скульптора я всегда использую все равно кремовый. Кремовый смотрится натурально. Сверху припудрила бронзером. Смотрится красиво. Очень люблю вот этот продукт. И для меня он... Мне даже Hourglass пудру не заменят. Вот этот вот хайлайтер от Belour Design. Это оттеночек 01. Он у меня есть всегда. Я его на велоснежках использую в качестве бронзера. В возрастном макияже я использую в качестве хайлайтера. Он не подчеркивает текстуру. Не утяжеляет. Очень легкий, красивый, сияющий. Прекрасный продукт. С легким помолом таким. Слушайте, я пользуюсь давно. Ну, хватает его очень надолго. Он прессованный. Я его всегда с собой таскаю. С ним ничего не происходит. Румян тоже. Обожаю вот эти вот Velvet Touch от Belour Design. У них очень классная текстура. Они подсияющие такие. Я матовые румяны в работе не люблю. Я люблю, чтобы был такой глоу красивый эффект. Но не сильно. То есть я делаю в большинстве своем макияже дневные. И при этом эти румяна смотрятся очень красиво и очень дорого. То есть кто не знает, он не скажет, что вы там используете какие-то румяны Belour Design. Вы всегда можете купить эту упаковку, выколупать и положить такую большую магнитную палетку, заказав ее на Алиэкспресс. Никто не будет знать, что вы будете использовать дешевый продукт. Потому что у меня есть румяна от Dior хваленые, там, Shiseido, еще что-то. Эти самые любимые. Это оттеночек 103 и еще 104 тоже люблю. Всегда рука к ним тянется. Также пудра. Это вот эта пудра. Тоже она такая замечательная. У них сейчас чуть-чуть другая упаковка. Кстати, у меня же есть. Я забыла взять ее. Я вам вставлю, как здесь выглядит. Это рисовая транспарантная мантовая пудра. Я ей припудриваю тезону и на возрастной коже. То есть где-то в морщинки я не лезу, а именно тезону припудриваю. Я припудриваю все виды макияжа, честно скажу ей девочке. Она очень хорошая. Она не пересушивает, не утяжеляет. Легкий помол. Она, как сказать, белая. Поэтому ее не видно. Я ее большой кисточкой всегда наношу. Но я не знаю, у меня к ней тянется рука. Тоже пудры есть разные. И NSFREE есть от Makeup Atelier. Но вот это как-то такая прям супер-мега-прекрасная. Я не буду сильно задерживаться тоже на губах. Но больше всего в работе люблю вот эти вот помады Super Stay Million Kisses 8 часов. У меня всегда несколько оттенков есть. Я всегда покупаю. Есть оттеночек 222. Это темно-коричневый такой. Я его просто кисточкой по контуру везде наношу. И бывает, если нужно карандашом проработать, я могу карандашом для бровей по контуру пройтись. И за счет того, что у меня вот эта подложка стойкая, но наносить надо кисточкой, а не спонжиком. Спонжиком очень толстое покрытие будет. Но если я, еще раз повторюсь, люблю работать быстро, я беру помаду, которая тоже имеет хорошую пигментацию. У меня оттеночек 224 более розовый. Я обычно и больше всего нравится клиентам, когда я смешиваю 224 и 222. Это прям лучший для них цвет. Есть оттеночек 218 красивый. 212 у меня в работе есть. 221 это такой светлый бежевый. Я его для омбре часто использую. Какую-нибудь кремовую помаду светлую для того, чтобы увлажнить немножко губки. Какой-то блеск светлый, прозрачный. Тот же самый есть у Белор Дизайн. Ставлю картиночку, как он выглядит, либо у Рилуи. И по сути, вы закрываете потребности многих девочек. И еще оттеночек 207 красный. Тоже Белор Дизайн Миллион Кисис. Он очень красивый, стойкий, вообще богатый, я бы сказала. Ну, естественно, видео получилось очень долгим. Я надеюсь, что оно было полезно и вы его досмотрели для конца. Я старалась очень быстро вам говорить, чтобы не задерживать. И если вам было полезно, обязательно поддержите меня пальчиками вверх. Подписывайтесь на мой канал. И также напишите, нужно ли вам такое же самое видео, но именно про кисти, спонжи, которые я использую, которые я покупаю на Алиэкспресс, на Валборис. Всех целую. Всех пока.